Здравствуйте, друзья! Располагайтесь поудобнее. Можете ставить запись на ускоренное проигрывание или закрыть вкладку, просто слушать меня. Сегодня поговорим на такую тему, как медицина в США. Давно я ходил вокруг да около этой темы. Все как-то не решался начать ее озвучивать, потому что на самом деле настолько это обширная тема, даже не уверен, с какого конца к ней подобраться. Конечно же, одного видео не хватит на все, но будем считать это неким таким экскурсом. Поэтому поделюсь с вами своим опытом, своими взглядами на эту тему. Вообще каждый раз, когда я собираюсь в США, я собираю такой, знаете, огромный полиэтиленовый пакет, куда я засовываю потенциально все вот эти лекарства, которые мне могут понадобиться в этой стране, начиная от каких-нибудь противогрибковых мазей, заканчивая антибиотиками. Потому что, в моем понимании, США – это, как ни странно, страна, где доступ граждан к медицине, но он сравни, наверное, только с беднейшими какими-то африканскими странами. И никакого нормального доступа к медицине у рядовых американцев и в помине нет. И сейчас я объясню вообще, что я имею в виду. Когда вообще, знаете, я с американцами разговариваю, если я кому-то говорю, что, к примеру, в Индию ездил, или в Гуа поеду, они такие по-американски круглые глаза делают. О, мой Бог, Индия! То есть, как бы говорят о том, что ты не боишься туда ездить, ты что, там такая же беднейшая страна, там же нет медицины, а вдруг ты заболеешь? Мне всегда смешно слушать подобные вещи, потому что, ну, я же не могу им сказать, что на самом деле, ребята, медицины нет у вас тут, и даже Индия в сравнении со Штатами. Это страна, где есть доступ у каждого человека вообще к достаточно-таки качественной медицине. В этом смысле вообще, вот, если об Индии сейчас на секундочку рассказать, то, скажем так, в Индии как раз-таки традиционно очень сильная фармацевтика еще со времен СССР, когда у нас был постоянный обмен специалистами с этой страной, много студентов по медицинской специальности приезжали в Советский Союз из этой страны, и вот они в свое время смогли наладить производство достаточно качественных и недорогих дженериков. Особенно вот что касается лечения каких-то раковых заболеваний или заболеваний печени, то они делают действительно очень качественные препараты, которые, допустим, стоят сотни долларов, а аналогичные препараты в странах Запада могут стоить тысячи долларов. При этом сам доступ вообще к медицине вот у рядового человека, он весьма свободный. Так же, как у нас, там на каждом шагу вот есть аптеки, где продаются любые лекарства. Ну и в этом смысле у них рынок еще менее зарегулирован, чем у нас. И там достаточно свободно можно вообще купить, скажем так, любые препараты, да. Вот даже такой препарат, как преагабалин, это, по-моему, гамма-аминомасляная кислота, которую я вот купил, когда я приехал в ГУА. Если я не ошибаюсь, у нас он отпускается только по рецептам врача, а там в свободном доступе. Это наотропное средство, как бы, ну, в общем, иногда применяется, знаете, при какой-то вот такой апатии, если нужно как-то чуть-чуть психологически встряхнуться. Вот я пару колес закинул, пришел в тонус, и на следующий день уже пошел блоги снимать. К нему как бы номинально есть какое-то привыкание, если постоянно его пить, но как бы вот если разово, как я, допустим, сделать, иногда ничего страшного в этом нет. Есть ряд других всяких препаратов, допустим, как модофенил. Это вообще специальное средство, разработанное для армейских нужд, там применяется спецслужбами, различными агентами, летчиками при депривации сна. У нас это вообще вещество включено в список оборот, которых запрещен на территории Российской Федерации. А вот в Индии, допустим, там можно спокойно подойти, ну, по крайней мере, до недавнего времени, 200 рупий дать, и те, пожалуйста, дали бы этот модофенил. Вот вам просто пример того, насколько доступ у людей к медицине есть. В Америке же все обстоит совершенно иначе. И наверняка, как вы уже знаете, в Америке аптек нету. Ну, то есть там номинально есть вот эти CVS, так называемые аптеки, но на самом деле это не аптеки, там продаются пиво, чипсы, все что угодно, какие-то жвачки. Из медицинских препаратов в свободном доступе там продаются, как правило, антиаллергические средства и обезболивающие средства. И все, больше там ничего нет. И делается это, как бы, знаете, ну, скажем так, конечно же, номинально они все это оправдывают тем, что якобы они заботятся о гражданах, то, чтобы сами себя граждане не перетравили. Но опять-таки это излюбленная вот эта фишка делать из людей дураков, которые не способны вообще какие-либо решения сами принимать. Но при ближайшем рассмотрении все это оказывается полнейшей ерундой. В частности, вот даже в пример могу привести такую вещь, как опиоидная эпидемия, которая разгорелась в Штатах. И вот в 2015 году, если я не ошибаюсь, только 33 тысячи американцев умерло от передозника рецептурными препаратами. Ну, тут какая забота вообще? Допустим, гидрокодон, то, что от боли им при малейшей какой-то боли врачи прописывали, и они на него подсаживали людей. Я не специалист медицинский, но это, по-моему, полусинтетическое опиодное какое-то средство, что ли. Ну, и также был ряд других препаратов, которые, допустим, были в свободной продаже. Именно вот эти препараты, в состав которых обезболивающие входили вещества, которые вызывали привыкание. Ну, естественно, это никакая не забота о гражданах, это бизнес. Это бизнес и лохотрон. Вот что такое медицина в Штатах. Представьте совершенно обыденную ситуацию, вот, к примеру, когда, ну, давайте вот представим, что у вас хроническое какое-нибудь заболевание. Я не знаю, сейчас я просто это на ходу выдумываю, там, хронический конъективит. Ну, и предположим, что вы прекрасно знаете, что вам нужно мазать, какая вам нужна мазь, вы это уже не один год используете. Или там уши, к примеру, у вас продуло, вам нужно просто капли какие-то купить в ухо закапать. Вы не сможете этого сделать в США. То есть нельзя зайти в аптеку и купить это. У вас нет доступа просто к медицине. Для этого вам понадобится за несколько дней назначить аппоинтмент у врача, выбрать время, выбрать окно в своем рабочем графике, отпроситься с работы, приехать к врачу. Но если вы уже это не один раз делаете, то вы зайдете к нему, естественно. Он вас выслушает, улыбнется, поговорить. Там small talk у вас какой-нибудь, как дела, как погодка. Он с вас задерет 100 баксов и при этом выпишет вам 20-й раз рецепт вот этого самого лекарства, которое вам нужно, о котором вы прекрасно осведомлены. И вот так вот как бы все это делается. Все через врачей. Это огромная такая, знаете, процедура хождения по всем этим кругам. Как правило, допустим, даже когда врач вам выписывает какие-то лекарства, вы уже идете в этот CVS, где уже такой отдел рецептурных лекарств, даете это лекарство. И очень часто они вам индивидуально его изготавливают. Они потом вам звонят через день, говорят, «Сэр, ваше лекарство готово». Вы приходите и индивидуально в баночке с вашей фамилией и именем забираете это лекарство. Именно тот дозняк, который врач вам выписал. Он тоже заинтересован в том, чтобы вам выписать как можно меньше. Недельку вы попили, понадобилось еще. Вы опять записываетесь к врачу, и все повторяется заново. Вот представляете, о каком вообще доступе к медицине может быть речь вот при такой сложившейся системе. Это не у нас, как, знаете, по пути с работы между овощным отделом каким-нибудь мясным вы в аптеку зашли, купили все, что вам нужно, и спокойно как бы лечитесь. Все это там невозможно для рядовых американцев. И я уж не говорю про то, когда что-то посерьезнее. Ну, давайте я свой случай расскажу. Мне понадобилось вырвать зуб мудрости. У меня в то время не было страховки, и заболел зуб, в общем. Я начал обзванивать дантистов по справочникам Yellow Pages. И интересоваться у них. Я, конечно, понимал, что это не тысяча рублей будет, там, как в России, или, естественно, не бесплатно, что они меня сейчас чуть зарядят. Но когда мне стали озвучивать такие цифры, как полторы тысячи долларов за вырванный зуб, я, конечно, чуть присел. Я говорю там как бы одному из этих... Там не врач берет трубку, а как бы секретарь вот этого дентал офис. Почему так дорого, говорю? Что за ерунда? Они начинают тебя разводить, там, короче, лечить. Например, ну вот анестезия у нас 800 долларов только стоит. Работа анестезиолога там, дескать, какая-то. Что там анестезиолог обезболивающий? Лидокаин вколол, да? Самое интересное, что когда ты им говоришь, что, слушайте, ребята, у меня нет страховки, так и так, с ними, в принципе, можно поторговаться. И магическим образом вот эти 800 долларов за анестезию, они превращаются в 400 долларов. Ну то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что они просто эти цифры с потолка берут, просто чтобы разводить. А разводят там все друг друга. Доктора разводят страховые на каждом шагу. Страховые разводят докторов, страховые разводят пациентов. Для них это просто бизнес, да? Вы скажете, ну ладно, какие проблемы, оформь страховку. Да понимаете, страховка, в чем же проблема со страховкой? Когда люди говорят про страховку, они не совсем верно, наверное, себе представляют, что для любого человека важно в медицине. Это некое такое состояние покоя ума, когда ты знаешь, что если что, тебя подхватят, ты прикрыт, у тебя страховка, все нормально, может болеть. Ничего общего с реальностью вот эта страховка в Америке не имеет. Страховка в Америке – это тоже такой, знаете, ну очередной с одной стороны обман. Сейчас я вам поясню, что я думаю. Когда человек выбирает страховку, у него всегда есть выбор среди нескольких компаний. Допустим, выбрал ты среди семи компаний одну, смотришь там дальше. И там, как у сотовых операторов, у них такие тарифные планы идут, знаете, сетки. Пятнадцать тарифных планов. И все это специально устроено таким образом, чтобы окончательно запутать человека. И просто, чтобы у него от непонимания всего этого была полнейшая путаница, кружилась голова, там вот таким мелким текстом идет пояснение каждому плану. И ничего простого там абсолютно нет. То есть, вот есть слово простое, есть противоположность этому слову. Это то, что из себя представляет американская страховка. Ну, допустим, давайте я, к примеру, вам расскажу, когда я в итоге потом впоследствии оформлял страховку, с чем я столкнулся. Смотришь на эти тарифные планы, ну, там есть тарифный план 200 долларов. Думаешь, ну, ладно, нормально, 200 долларов. Потом дальше читаешь этот шрифт. Оказывается, что при таком тарифном плане у тебя копей там 20%. То есть, страховая за тебя 80% платит, а ты платишь 20%. Но при их расценках это абсолютно неприемлемо. Вот, допустим, в частности, могу такой пример вам рассказать. И, кстати, у меня в Инстаграме это выложено видео с моим знакомым Сергеем, который приехал из Украины и уже несколько лет жил в США на тот момент. У него скакнуло давление, и он обратился в скорую помощь, в реанимацию. Ему там сделали скан головного мозга, что-то там, ну, голову отсняли, дали водички попить, и через несколько часов вытурили из этого отделения emergency, а потом выставили счет на 25 тысяч долларов. Я когда услышал это, я, конечно, просто в таком, извиняюсь, у нее было что. Вот, и, ну, представляете, там, какие счета. Естественно, если ты 20%, к примеру, платишь от 25 тысяч долларов, это никуда не годится. Ты, естественно, начинаешь думать, нет, ребят, давайте-ка другой план. Начинаешь дальше идти. И там уже следующий план, он покрывает больше, но он уже стоит не 200 долларов, к примеру, а 350 долларов. И даже если страховка, предположим, там, ты нашел и заплатил деньги, раскошелился, думаешь, ну, ладно, не пожалею, зато буду спокоен. Спокоен ты не будешь. Потому что там есть такая еще вещь, как deductibles. Допустим, в каждой страховке есть ряд ограничений. Там написано, что первые, к примеру, затраты на первые, к примеру, 5 тысяч долларов вы платите поровну. Можете представить? Или вы какую-то часть платите. То есть, треал ты на 20 тысяч долларов, ну, вот первую десятку, будь добр, скинуться со страховой, а потом дальше это уже тебя страховая, ну, страховая будет оплачивать. То есть, ты все равно попадаешь на бабки. И причем попадаешь на бабки сразу. Не потом, так сказать, если настает какой-то момент, когда вот ты уже налечился на какую-то сумму, потом будь добр вкладываться. Нет, а именно сначала. Все это делается для того, чтобы ты не хотел, грубо говоря, как-то глупо не звучит, болеть. Потому что, чтобы ты не хотел воспользоваться страховкой, потому что они знают, что… Потому что ты знаешь, что тебе придется скидываться. И вот ты, когда начинаешь рассматривать все эти тарифные планы, чем больше ты в них вникаешь, тем больше ты понимаешь, насколько это все вообще развод. И ничего они на самом деле не покрывают. И все эти тарифные планы, они включают в себя, естественно, vision, то есть зрение. Если там очки какие-то понадобились тебе, если что-то с глазами, если тебе понадобилось зубное медицинское обслуживание, они не включают туда зубы. Они не включают туда так называемые mental, какие-то психологические помощи. Если у тебя там, не знаю, бессонница, ты захочешь с каким-то нейропатологом, психологом поговорить, они и это туда не включают. То есть не включают туда абсолютно ничего. Даже в отдельной у них категории выделены такие вещи, которые, казалось бы, для нашего человека, они, ну, как бы чуть-чуть непонятны, допустим. Это они хиропрактик называют. Это все, что связано, там, не знаю, с суставами. И в этом смысле там суставы, чтобы в Америке лечить. Нет, они, как правило, еще и страховкой не покрыты. Там отдельно, представляете, на все эти вещи нужны вам какие-то страховки. Или это отдельные затраты. Что касается суставов, это вообще отдельная тема. Я думаю, те люди, которые бывали в Штатах, они видели, насколько... Ну, вы не замечали, насколько американцы вообще деформированы? Деформированы, искажены. То есть сколько там хромых, инвалидов, просто людей каких-то перекошенных на каждом шагу. Самое интересное, что сейчас кто-то скажет, что у нас тоже инвалиды, просто это любимая такая вот притча, что выязывается, что у нас столько же инвалидов, просто они, дескать, не уходят из дома. И поэтому мы их не видим. А там у инвалидов доступ хороший ко всем публичным местам, поэтому они там на глаза попадаются. Но это чушь, на самом деле. Потому что же не все же колясочники. Я согласен, что у нас не очень хорошее дело обстоит с некоторыми инфраструктурными моментами для колясочников. Но когда речь идет просто о хромых, перекошенных людях, они же также могут в России выйти, ходить. Тому, кто здесь живет, может даже и покажется, что вы постоянно видите каких-то хромых, косых людей, инвалидов. Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что я вижу в Америке. Я каждый раз, когда туда приезжаю, постоянно замечаю. Вокруг постоянно какие-то больные, хромые люди. Допустим, у кого-то стадия последней артрозы на ногах, вот так буквы «Х», знаете, когда ноги, они как-то ходят, передвигаются. Это то, что бросается мне в глаза, например. И не зря, потому что они вообще не лечат. Не только какие-то суставные заболевания. Это у них выделено в отдельную категорию. Этим занимаются спортивные врачи. И вот эта сфера медицины у них доступна только для очень богатых людей. У меня у самого, кстати, такой некий, знаете, непосредственный опыт с этим есть. Ну, сейчас я расскажу об этом. Ну и вот, в общем, когда начинаешь выбирать страховку, ты понимаешь, что это на самом деле страховка тебе не дает вот этого самого, знаете, как говорится, покоя ума. И чем больше ты хочешь как бы вот себя застраховать, тем больше она растет, 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 растет. И в итоге это превращается в том, что тебе необходимо там, не знаю, огромную сумму, чуть ли не там по тысяче долларов каждый месяц отдавать, чтобы быть полностью спокойным, что у тебя все там чинно схвачено. Ну, представляете, для человека, который получает обычную зарплату, у него чистыми остаются две тысячи долларов, причем чистыми, когда я говорю, это имеется в виду до трат, это после налогов. Из этих двух тысяч долларов ты только за аренду тысячу долларов заплатишь. Ну и в этих ситуациях люди просто отказываются от страховки. Знаете, они думают, да блин, слушай, рискну-ка я, была не была. Потому что страховка там, это не покрытие, это не то, что вам дает полностью ощущение безопасности. Это похоже на попытку залатать дыры. Знаете, вы пытаетесь некоторые дыры залатать и предугадать, где же вас подкосит. Где же вас подкосит, так, ладно, я лучше здесь покрою операции, может быть, от рака, а вот здесь, ну ладно, мало ли, если что, вдруг заболит, сам из своего кармана вытащу. И поэтому люди, у которых страховка, они тоже постоянно переживают, постоянно переживают свое здоровье, там непозволительно болеть, не дай бог, что с тобой случится. Вот что я пытаюсь сказать. Что же касается моего личного опыта, то, в общем, когда у меня уже появилась страховка, это было в городе Чикаго, у меня заболели резко коленные суставы, левое и правое колено. Я в этот момент ходил в спортзал, и что-то у меня они опухли и начали болеть, причем все сильнее, сильнее, сильнее. И я даже не мог спускаться по лестнице толком в один момент. Ну, я себе оформил страховку, а когда страховку ты оформляешь, естественно, я еще раз говорю, это бизнес, они там пытаются выявить все возможные заболевания, может быть, ты вообще больной, такой клиент ты нафиг там не нужен никому. В итоге сделал себе страховку, назначил себе вот этот прием у врача, за неделю до приема, я уже начал в интернете читать активно, как бы сам себе, так сказать, врач, какие там возможные потенциальные заболевания, там же бурсит, тенденит, что только там может не быть. Но я и гадал, сидел, я думал, что же со мной такое вообще, что это может случиться, мне интересно просто было. Все равно же сам для себя пытаешься сузить некий потенциальный диагноз и посмотреть, что врач скажет, как-то вот с этим все это для себя понять, может, что-то даже какие-то ему подсказки дать. Все же мы любим такими вещами заниматься. Ну, значит, прихожу я к врачу на прием, а в американских госпиталях, в чем им не откажешь, они умеют красивую пыль в глаза пускать. Конечно же, там музычка играет, кондиционер работает, конфеточки в вазах, то есть очень и как бы внешне так вылизано, блеск. Но мне этот блеск как бы нафиг не нужен, мне нужна суть лечения, какое там вообще, что-то там будет. Там улыбочки, проходите. Вот я прохожу, врач такой, ну, давайте, закатывайте ногу. Я закатал ногу, значит, и этот врач садится, пощупал меня чуть несколько, буквально секунд там, и такой, ладно, понятно, и начинает писать. Я говорю, ну, а что дальше, что вы пишете? Он говорит, ну, назначаю тебе лечение. Я говорю, подождите, подождите, какое лечение? Вы что, говорю, мне нужно снимки сделать, томографию, нужно понять вообще, там же может быть и это, и это. Ему говорю разные вещи. Он говорит, у тебя артрит. Я говорю, откуда вы знаете, что у меня артрит? У тебя артрит, и начинает мне писать. Я говорю, слушайте, говорю, ну, не может быть у меня, говорю, артрита. Я говорю, не пью, не курю, молодой, занимаюсь каким-то спортом. Каких еще артритов? У меня, говорю, вообще в жизни такого не было, и вдруг резко что-то началось. Я говорю, это как-то связано, может быть, с нагрузками. Я вот в спортзал начал сейчас ходить. Усиленно, да? Нет, артрит, и все. И, в общем, мы с ним начали чуть спорить. Я ему, кстати, в этот же момент говорю, что я даже не могу спать из-за этого. У меня какая-то бессонница появилась. Он говорит, сейчас мы тебе насчет бессонницы выпишем. Я говорю, ну, может, ты меня направить к специалисту, там, к неропатологу, может, к какому-то. Он мне так и сказал, нет, говорит, твоя страховка этого не покрывает. У меня есть отличнейший специалист, мой друг, там, вместе мы типа учились, спортивный врач. У тебя есть там тысячи долларов на прием? Он тебя примет. Я говорю, нет. Давайте, я говорю, снимки сделаем. Он говорит, снимки мы тебе не сделаем. Если хочешь, сделай, типа, снимки за свой счет. Снимки стоили около тоже полторы тысячи долларов где-то. Это левое и правое колено одновременно сделать, значит, томографию. Я говорю, ну, как же так? У меня страховка. Он говорит, я не могу сейчас сидеть и доказывать вот этим страховым агентам, что тебе нужен снимок. Пока необходимости нету в этом снимке, у тебя типортрит. Ну, вот, представляете, да? В этом смысле я что хочу сказать? И что касается Штатов, там, конечно, еще почему медицина плохая с моей точки зрения? Она плохая, потому что там подход в принципе неправильный. Неправильный он в том смысле, что вот там роль врача сведена до минимума. И врач, так же, как и в образовательном процессе, учитель, это просто технический работник. Там личность именно вот этого лечащего врача, она вообще не играет никакой роли. Знаете, почему? Потому что, как говорится, шоу заправляют страховые компании. Страховые компании, и так же, как и везде, как во многих сферах США, это сфера с четко прописанными инструкциями, которым следуют все эти винтики. Ты не принимаешь свои собственные решения. И вот у них там написано в инструкции, что в 70% случаях, когда человек обращается с аналогичной жалобой, это артрит. И это действительно так. Поэтому мы тебя сначала лечим от артрита, причем как лечим? Даем таблетки, обезболивающие и противовоспалительные. Вот это лечить по-американски. Если врач, допустим, внутренне даже убежден, он знает, что да это не может быть артрит, это что-то другое, нужно исследования проводить глубокие, страховая это не одобрит. Она скажет ему, а почему вы это начали делать? Смотрите, вы же должны были его лечить от артрита. Почему вы эти затраты начали лишние допускать? И вот какой-нибудь сопляк из страховой будет говорить врачу с 20-летним стажем, что ему делать. Поэтому они никто на это не идут. И он мне поэтому и сказал, что никакая страховая не одобрит тебе это. Хочешь, иди и сделай за свой счет. Вот так лечат в Америке ребята. Забегая вперед, я могу сказать, что я... А, кстати, я когда пошел, получил все эти лекарства, мне позвонили, изготовили их. Я потом прихожу, смотрю, лекарства он мне прописал. Почему он меня не направил к этим специалистам, я же уже говорю профильным, да? Они не направляют дополнительные траты. И страховка это вообще не покрывает. Поэтому он сам, вот этот врач, который тебя принимает, он за этих врачей все тебе назначает лечение, которое максимум может быть сведено, естественно, каким-то лекарством к обезболивающим. Он не может играть роль какого-то психолога, роль нервопатолога, роль какого-то спортивного врача и так далее. Поэтому он просто закрывает это все каким-то обезболивающим. Я потом смотрю, читаю в интернете, этот мудак мне антидепрессанты, представляете, прописал. Я их в унитаз слил, этикетку с моим именем отодрал и выкинул все это. Естественно, не стал пить. Вот таким образом в США происходит лечение. И вот забегая вперед, хочу сказать, что когда я приехал вскоре в Россию, после этого, в первый же день я в Уфе, я был у бабушки, опять гостил, сделал себе компьютерную томографию за 6 тысяч рублей оба колена. Вообще, без очередей, платно, спокойно пошел, сделал себе, можно было даже бесплатно сделать, там надо было ждать недели-две вроде. И что вы думаете? Компьютерная томография мне показала разрыв менисков. У меня просто были мениски подорваны с обоих сторон из-за каких-то спортивных нагрузок, и потом я вспомнил, что в один момент сделал резкое движение и порвал их. И вот из-за этой американской системы там очень много людей просто портит свое здоровье, страдает. Их никто там не лечит абсолютно. У меня даже есть другие примеры. Брат моей бабушки, он умер. Он умер из-за того, что его просто не лечили. Он, значит, заболел, ну, как на тот момент думали бронхитом, кашлял две недели, пришел к врачу, у него тоже есть страховка и все было. Они ему не стали какие-то анализы делать, снимки, исследования. Они ему назначили антибиотики, сказали, ну, ты у тебя грипп, ты болеешь от гриппа. Он две недели ходил, ему только хуже, хуже, хуже становилось. И потом, значит, он, когда пришел, они видят, что он уже все загибается. Они тогда начали усиленно его исследовать и обнаружили рак в последней стадии и через несколько дней он умер. Вот такая история. То есть, что касается медицины в США, поэтому, когда, знаете, говорят о высоком уровне медицины, ну, это бред полнейший. Высокий уровень медицины, да, он возможен, но именно для тех, для кого, знаете, лишние деньги на это выкинуть и не париться, это не проблема. Для миллионеров, для первых, вот, пяти процентов. И, самое интересное в этом смысле, я когда приехал в Россию, я тоже пересмотрел очень много, меня, я сразу пошел по районам, вот этим всем аптекам, поликлиникам, естественно. Кстати, септопластику себе сделал, у меня нос несколько раз сломан, как внешне, так и внутренней перегородкой, я дышать не мог, бесплатно, по направлению, сделали мне в больнице отличнейшую операцию, то есть, прекрасно дышит нос, 10 дней там держали, кормили усиленно, и я просто не представляю, как в Америке бы, во что бы мне все это вылилось, даже если у меня был бы какой-то тарифный план, который потенциально бы это покрыл, все равно бы я косвенно бы принял бы финансовое в этом соучастие, ну или по крайней мере меня точно бы там 10 дней не держали, там все тяп-ляп бы сделали, скорее тебя выбросить, это бизнес, ребята, бизнес, который ничего общего не имеет с тем, чтобы люди не болели, да, и когда я смотрю на то, как, допустим, у нас даже из тех же регионов отсталых, какой-то последний колхозник, у которого-то денег толком нет на дорогу, его посылают в Москву, в какие-то исследовательские институты, где лечат от сложнейших заболеваний по направлению, да, там, или какие-то раки, или головные, то есть опухоли головного мозга, лечат же людей, я знаю, не все идеально, конечно же, нужно где-то напрячь кого-то, где-то постараться, где-то там какие-то связи задействовать, но, блин, это же есть, в больнице, где я лежал, тоже так же, одни деревенские были по направлению, носы лечили, прекрасное отделение, лучшие врачи, и поэтому, знаете, когда я там сидел, потом в России, в этих коридорах, смотрю, рядом тетки сидят и возмущаются, любимая национальная забава России, это возмущаться, господи, сколько можно, два часа сидим уже, ну, вы издеваетесь над людьми, а я только из Америки приехал, я на них смотрю, думаю, страна непуганных идиотов, извиняюсь за выражение, вас же лечат, что вы ноете, бесплатно лечат, вы сейчас пойдете, вам там куча процедур назначат, какие-то электрофорезы, прогревания, то, что вообще в Америке нет, доступно только для самых богатых, там в Америке были лекарства у вас, просто запичкали бы и все, ходят каким-то специалистам, вот эти все женщины, у которых, знаете, чуть ли не национальная забава, каждую неделю по каким-то докторам ходить, гинекологам каким-то, шмологам, там что-то себе осматривают, высматривают, анализируют, в Штатах это вообще, ну, это нонсенс, вот так вот ходить по специалистам, потому что, еще раз говорю, нету такого доступа, обширного у людей к этой медицине, ну, и когда вот это все, конечно же, сравниваешь, ты понимаешь, блин, какие плюсы у нас есть, и, конечно же, у нас не все просто, но, как раз таки опасность, опасность нашей медицины в том, что мы можем пойти и идем по стопам американцев, и это, это ни в коем случае нельзя допустить, медицина должна быть реально вот как-то вот народная, бесплатная, потому что если условия начнут диктовать страховые компании, блин, ребята, ничего хорошего из этого не выйдет, вообще ничего, никакой качественной медицины не будет, она будет только для самых богатых людей с бабками, вот и все, и когда все это я еще переоценил, понял, я по-новому начал на наших врачей смотреть, которые сидят там за не самые высокие зарплаты, какие-то лечения назначают, анализы, какие-то процедуры там, да, причем порой стоит даже в каких-то городских клиниках нормальное оборудование, такое же оборудование, как у них там, единственное, не все так вылизано, нет вот этих конфеток, знаете, классической музыки, там, и улыбок, да мне это и нафиг не надо, я лучше посижу с потным соседом в какой-нибудь душной больнице, но меня хотя бы лечить будут, понимаете, ребята, и вот это вот, что касается США, вот это все внешнее, напускное, там, в суть начинаешь копать, там, вообще гниль сплошная, ну, такой опять чуть-чуть сумбурчик, может быть, вышел, надеюсь, в общих чертах я примерно донес какую-то идею до вас, вот, ну, вот, что касается, как бы, моей оценки медицины США, наверняка, что-нибудь забыл, еще буду рассказывать в будущем, наверное, ладно, спасибо, что смотрите, давайте, до новых встреч!